Свои оригинальные идеи и разработки представили изобретатели на выставке в Твери. В областной библиотеке имени Горького прошла 20-я выставка «Изобретатель и рационализатор». С техническими новинками познакомилась Наталья Чекет. 3D-моделирование, резка металлов, сборщик мусора в космосе и новые военные модели. Это лишь малая часть того, что представили изобретатели на выставке. Курсанты военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова показали сразу несколько разработок. Одна из них — беспилотный наземный аппарат. Он предназначен для обнаружения и обезвреживания минно-взрывных устройств. С одной стороны мы выполняем функцию обнаружения с помощью зонда, а с другой стороны мы выполняем манипуляции с обнаруженными объектами. Управление данной моделью производится с помощью джойстика. Удаление до 50 метров. Сейчас ведутся разработки над прототипом и дальнейшим патентованием данной технологии. Другая разработка от курсантов — беспилотный летательный аппарат на основе микроконтроллера «Ардуино». К слову, он уже прошел испытания на полигоне. На этот дрон планируется установить нейронную сеть, которая позволит ему обнаруживать и сопровождать цели. Позволит как наводить сами вот эти беспилотники «Камикадзе» более точнее и более проще, так и осуществлять разведку. Вот танк, он его спокойно обнаруживает, сопровождает вот так же и личный состав экипаж этого танка. Первый раз участие в выставке приняли воспитанники Тверского Суворовского военного училища. Ребята представили как аппараты для военного применения, так и гражданского. Например, станция «Арктика» для работы в условиях Крайнего Севера. Здесь представлена двухэтажная система, которая полностью способна обеспечивать людей полноценной жизнью и работе в Арктике. Первый этаж — это жилые участки и лаборатории, где, соответственно, производится работа и отдых. А второй этаж представлены собой 12 энерговоздухсоздателей, которые представили собой пружины, ну не пружины, а витрины, которые вращаются и тем самым следуют энергию. То есть, если топлива не будет, то ветрогенератор все равно будет его создавать. Участники выставки — ведущие тверские вузы, колледжи, а также авторы самодеятельного и детского технического творчества. В этом году было подано 150 заявок. «20 лет нашей выставки. Большой юбилей инноваций творчества, ума и таланта. За 20 лет я не видела каких-то пробелов в творчестве. И мы очень рады, что с каждым годом растет количество наших участников. К нам приехали не только тверские, но и участники из Бежицка, из Фирова». Сельскохозяйственная академия представила необычный для жителей центральной полосы картофель. Студенты экспериментально вырастили несколько сортов корнеплода, чтобы узнать, как он приживется в Тверской области. Результат оказался хорошим. «Сорт садон тоже довольно неплохо растет. Розового цвета – это сюрприз. И картошка фиолетового цвета – это северное сияние. Основной аспект – это нестандартный цвет. Он впитывает большую часть некоторых микроэлементов. И в итоге получается розовенький цвет, более фиолетовый цвет». Представленные разработки оценивало жюри. За наиболее интересные и перспективные в применении экспонаты участникам вручили дипломы лауреатов.